Самого доброго утра! Самой позитивной стране Европейского Союза. Латвия, привет! Просыпаемся. Мы северная прекрасная страна. И у нас, наконец-то, самые замечательные дни, когда, знаешь, из Латвии никуда уезжать не хочется. Потому что в Латвии гораздо круче, чем где-нибудь в Швейцарии. Но сегодня с утренними эфирами, Владимир, и немного буду вас веселить. Хватает позитивных эмоций, поэтому, надеюсь, я вам их сегодня доставлю. Итак, сегодня мы поговорим об латвийской армии. Армия Латвии, безопасность Латвии, независимость и все остальное. Значит, смотри, я тебе предлагаю посмотреть, с какого ракурса, с какой призмы. Представь себе, что Латвия – это страна, в которой население там что-то около полутора миллиона. Латвия – страна с полутора миллионным населением. Может ли Латвия с полутора миллионным населением вступить в НАТО и иметь свою армию? Вот о чем я подумал. Да-да, я понимаю, что вопрос глупый, но тем не менее, смотри. Если мы возьмем какую-нибудь Барселону, Дортмунд, Милан, Манчестер, просто города Европы, просто города Европы. Так вот, в городе живет там порядка двух-четырех миллионов. А разве мы знаем армию города Дортмунда, например? Или армию города Барселоны, например? Или армию города Берлина, например? Берлинская армия. А знаем ли мы, например, чтобы в Берлине был президент, премьер, а еще в каждом районе, в каждом районе Берлина, чтобы был, например, мэр, мэр какого-либо района? К чему я это говорю? К тому, что, как мне показалось, что для того, чтобы наша страна развивалась, она должна развиваться. То есть вкладывать в будущее, а не тратить. То есть не брать деньги из бюджета и тратить на всякую возможную херню. Да-да, именно так скажу. Потому что, смотри, наша армия потратила 300 миллионов для спасения другой страны. Вот это, кстати, момент очень благородный, только все-таки это, сука, 300 миллионов. И мне бы хотелось бы понять, откуда у нас было лишних 300 миллионов, если у нас учителям денег нету, да? Если у нас медикам денег нету, если у нас нет денег на бесплатные обеды для школьников, откуда же у нас лишних 300 миллионов на патроны братской стране? Ну, просто интересно. Потому что ничего подобного у других европейских стран не было. Если мы берем на душу население. То есть никто столько денег не выделил. А теперь представь себе. Вернемся в Берлин. Если бы, например, мэр Берлина летал бы на самолетах, для того, чтобы ему не возвращаться в субботу, а в пятницу, 50 тысяч евро. Для того, чтобы он налетал на 600 тысяч евро. Мэр Берлина. Это возможно? Если мы говорим про европейскую, а не африканскую страну. Возможно такое или невозможно? И вот страна Латвия, она чем позитивна и уникальна? То, что здесь есть многие вещи, а она находится в еврозоне, если что, Латвия. Вещи, как бы неприемлемые для Европы от слова совсем. То есть напомню, что не существует никакой берлинской армии, но существует латвийская армия. Причем в Берлине живут 5 миллионов, а в Латвии полтора. Логика как-то не бьется. Не существует никакого-нибудь короля Берлина, который может на свои перелеты тратить по 600 тысяч евро. А в Латвии как бы существует. Уникальность ситуации еще вот в чем. В том, что гражданин Америки не может стать, например, президентом или премьер-министром Берлина. Ну, или там Германии, Испании. Это невозможно. А в Латвии это возможно. Уникальность ситуации в том, что премьер-министр гражданин Соединенных Штатов, а президент гражданин Люксембурга. Но самое интересное, о чем стоит задумываться, то, что эти граждане поуправляли этой страной настолько успешно, что мы за момент их управления взяли в долг что-то около 4-5 миллиардов. 4-5 миллиардов. Представь себе, если бы мэр Берлина был бы гражданином Америки, и после его управления городом Берлином только долг, который взял этот мэр, был бы плюс 5 миллиардов. Услышь меня, не похоже ли это на то, что какая-то преступная группировка внедрила в нашу страну своих агентов, которые нашу страну вогнали в такие долги, из которых выбраться ей уже невозможно. То есть я намекаю напрямую угрозу независимости государства. То есть в нашу страну в правительство может пролезть граждан третьих стран, и с законодательством здесь творить черт знает что. Простой пример. 30-го числа, скорее всего, подпишут Стамбульскую конвенцию. У нас есть сатварстмы. Основной закон страны гласит, что у нас есть мама, папа, и у нас не может быть никакой другой дефиниции. Никаких гендеров у нас не может быть, никаких родителей номер один у нас не может быть. По нашей конституции. Так объясните мне, каким образом они хотят протолкнуть партнерство, если это прямое нарушение нашей конституции? Ну и по традиции я задам тебе два вопроса. Вопрос первый. На злобу дня. Веришь ли ты, что у меня одних подписчиков около 80 тысяч? Я ни одного комментария не вижу в своих социальных сетях о том, что хоть кто-то у нас за этот сайм и не хочет его распустить. Что этот счетчик работает корректно и правильно. Это вопрос первый. И второй момент. Какого черта в нашей стране собрано только 32 тысячи за распуск сайма? Всем остальным хочу напомнить, что Латвия в любом случае самая позитивная страна Европейского Союза. Просто посмотрите на картинку, если кто-то в этом когда-либо сомневался. С вами был Владимир. Всем добра и позитива. Пока. Ну и для воспаленных умов хочу сказать, что это развлекательный контент, а не какой-либо другой. Продолжение следует.